Всем привет, друзья! С вами Тимпоз, и мы продолжаем играть в игру Европа Нвар 6, 1914 год. И мы медленно, но верно, уже приблизились к экватору нашего прохождения этой игры. Пятая кампания за Великобританию, Marine Overlord, наверное так она читается, или Marine Overlord, я не уверен, за Соединенное Королевство, Британскую Империю, или кем она там была в то время. Первая миссия, и перед ее стартом, друзья, я хотел бы вам напомнить, что у нас запущен Discord сервер, на который я вас всех приглашаю, ссылочка на нее в описании, поэтому у кого нет Discord, скачиваем и присоединяемся. У кого он есть, просто присоединяемся. В дальнейшем весь актив нашего канала, все общение будет происходить именно там, ну и будет много всего интересного, поэтому переходим в Discord. Вот. Ну, а мы переходим к прохождению первой миссии под названием Chase of the Mediterranean. Она так называется, и вот, друзья, открыл я британскую кампанию, и пришло мне вдруг такое, знаете, понимание того, что нас ждет, судя по всему, большое количество морских сражений, мною любимых. Ну, да ладно, не будем плакаться. Три генерала у нас есть, непрокаченных, потому что морских генералов я не качал, то бишь адмиралов. Ладно. По ходу дела будем разбираться. Кому что улучшать. Кстати. А вот, кстати. Шесть генералов нам доступно. Я правильно понимаю? Я правильно понимаю. Цель уничтожить вражеский флот. Ага. Уничтожить три вражеских корабля. Я просто думаю, стоит ли мне... У меня просто, смотрите, есть три генерала. Три генерала. Для флота. Да, наверное, сейчас так сделаю. Специально. Ну, это займет минуту времени, но лучше, наверное, так сделать. На всякий случай, чтобы потом не перепроходить миссию. Что я хочу сделать, друзья? У меня на мультке установлена палатка. Мы ее снимаем. И установлена палатка на Гиденбурге. Точнее, вы поняли, что здесь у меня установлено. Мы ставим, соответственно, одну сюда. На одного адмирала. И вторую вот сюда. Так, здесь нам доступен еще один предмет. Давайте мы его снимем с кого-нибудь. На ком он есть. Например, вот так. Потом главное не забыть переставить. Делаю это специально так, чтобы вы видели, что где он у меня стоит. Возвращаемся к британской компании, к первой миссии. Не думаю, что у меня будут проблемы, но, знаете, лучше перебздеть, чем недобздеть. Вот я им по жизни руководствуюсь. Оно меня еще ни разу не подводило. У противника я не вижу подводных лодок. Соответственно, нам вот эти вот ребята, дестройеры, ни к чему. Поэтому ставим генералов. В первую очередь на кого? На фрегаты или на батлшип? По-моему, батлшип сильнее. И батлшип у нас один. В таком случае сюда у нас идет Макс Лёв. Далее Кабан Ли. Красивейшее имя или фамилия. Третьего адмирала ставим на фрегат. И на дестройер поставим мы кого? Поставим мы, наверное, Джексона, потому что я не придумал аргумент в пользу Джексона. Поставим Гиденбурга. Вот такая вот у нас незамысловатая стратегия. Друзья, работаем по принципу концентрированного огня. То есть выбираем конкретную жертву и начинаем ее жестчайшим образом дамажить. В данном случае у нас будет... Будем двигаться справа налево. Посмотрим, как быстро он... Как много выдержит урона. Что это такое, кстати? Он тонет или что? Так. В комментариях, пожалуйста, дайте мне знать, что это был за значок над кораблем. Мое предположение это то, что корабль будет тонуть. То бишь с каждым ходом будет получать урон дополнительный. Но если я ошибаюсь, напишите в комментариях, что это было. Потому что интересно. 104. Так. Ну, с этим и разобрались. Он об нас убивается. А куда вы плывете? Подождите. Чего от меня текаете? Еще и союзники пришли. Да вроде тут мы и без союзников вполне себе справляемся. Это что, настолько простая миссия? Да, реально, смотрите. Хм. Ну, ладно. Я что, против, что ли? Еще не хватало жаловаться на простоту миссии. Нет уж. Уволите. Так, здесь концентрируемся по основному кораблю. Чем быстрее мы их уничтожим, тем быстрее пройдем конкретную миссию. Не будем распыляться. Они отступают. Да, все верно, они отступают. О, черта. Какого черта вы отступаете? 21. Семнадцать. Сорок два. Так, все, на юге мы разобрались. Не-не-не, вы от меня так легко не уйдете. Даже не рассчитывайте. Можно, в принципе, окружить противника. Я думаю, мы сейчас с ним и так разделаемся. Поскольку этот генерал чуть больше времени займет, но... В отведенные сроки мы сто процентов уложимся. Кстати, сколько отходов дано? Двенадцать. Не, ну это... Понты для приезжих. Все, окружаем вражину. И начинаем его активно гасить. 64. 21. А кем я не хожу, я не понимаю. Может, у меня еще какой-то отряд есть, которого я не вижу? Видимо, какой-то из кораблей ходит дважды, а я не заметил. Ну да ладно. Все, завершаем миссию. Ну да, она простецкая. Мне писали, что первая миссия совсем простая. Но что-то я решил перестраховаться насчет своих адмиралов. Ну да ладно. Мою тактику вы, собственно, знаете. В следующей миссии мы получим медальку за прохождение. Будет она опять морская. Вот удивительно. Да вы что? И третья миссия будет морская, нет? Рейтон Скерброу. А вот не факт. Скорее всего, морская. Ох, Британия, Британия. Как же я рад, что дошел до вас. Гребаные морские сражения. Друзья, на этом ролик подходит к концу. Я всех вас благодарю за внимание. С вами был Тимпост. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если вам понравился ролик. И вы хотите продолжение. И до новых встреч. Всем спасибо. Всем пока. И удачи.